Альхамду лиляхи, раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля ашрафил анбия и вальмурсалин. Наби нам Мухаммаду аля алихи и асхабихи и мантаби аху би-ихсанин илля юмидин. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баркатулла, уважаемые братья и сестры. Хвала Аллаху, который в очередной раз нам дал возможность собраться, чтобы мы вспоминали об Аллахе, субхану ва Тааля, и по причине этого знания, которое мы приобретаем, приближаясь к Аллаху, субхану ва Тааля, как можно ближе и, может быть, достанет нашим спасением день страшного суда. Сегодня же мы хотели затронуть и напомнить вам и себе, в первую очередь, братья, о той беде и проблеме, которую постигает практически каждый из нас. А это признаки лицемерия, проявление лицемерия, проявление этого лицемерия в наших словах и делах, в то время, когда Аллах нас сделал мусульманами, почтил нас, однако мы даем слабенько и сбиваемся с пути. И сейчас мы передаем слово шейху Ахайякала, шейхан-фалал. Аллахи ахиаи кума. Аллахи ахиаи кума. Аллахи ахиаи кума. Ахсану ахиаи кума. Алейкум ассаламу, рахматуллах. Бисм Аллахи аррахман и аррахим. Алхамду лиллахи Раббил ааламин. Ассалату вассаламу аля хейри халки Аллах. Набиина, усейдина, хабибина, мухаммад, ва аля алихи и ассабихи и ажмаин. Амма ба'ад ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассаламу ахиа. Алхамду лиллах. Аллади хадана лихадад дин. Ва ма кумна линахтадия лав ла ан хадана Аллах. Хвала Аллаху, который наставил нас на прямой путь, на путь этой религии. И не было бы нам подобного наставления, если бы не милость Аллаха, субханаху ата'аля, и его руководство, которое он наделил нас. Аллаху жалла жалалуу ан ама аля линсани бни амин азима. Аллах, субханаху ата'аля, одарил человека великими милостями. Аллаху аззава жалла ан ама алейна бни амин азима. Аллах, субханаху аль, наделил человека чем? Тем воздухом, которым он может дышать. И самое большее, в чем нуждается человек в этой дуне, что он нуждается в воздухе, в дыхании, чтобы он дышал. И этот воздух, он необходим, чтобы он был чистый, и он был полезен для человека. И каждый раз человек в утреннее время, в вечернее время, в течение дня, он нуждается в чем? Человек нуждается в воде. Но когда человек покидает этот мир, отправляется в мир вечный, он не находит ни этого воздуха, не находит, что выпить. Этот человек, он не является убыткой, он не банкрот. Однако банкрот и тот, который потерпел убыток, тот, который вышел из этого дуне, без веры. Потому что самая великая милость и дар от Аллаха в этом мире для человека это вера в Аллаха, в Аллах, в Аллах. Ну, мои братья, Аллах, Субханаталя, отправил своих пророков и посланников, всех пророков и посланников, лишь для того, чтобы они донесли эту прекрасную религию. Невозможно, чтобы человек зашел в эту религию, кроме как со словами единобожия, слова «Субханаталя, Иллиха, Иллилах, Иллилах, Мухаммад, Расулллах». И милость имана, она бесценна, ее никогда не купишь ни за какие деньги, ни за какие дорогие ценности. Он усердствовал, призывал людей к этому иману в Мекке. 13 лет он призывал к Единобожию, к этому иману в вере. И он ходил среди людей на базарах и везде по улицам и говорил, о люди, скажите, вы преуспеете, будете счастливыми и в Дуне, и в Ахирате, если вы это сделаете. И когда же Проксус сам переселился из Мекки в Медину, то мусульмане стали обрели силу и величие, где? В Медине. И появилось это в Медине, когда они обрели силу и мощь, распространилось, что? Бицемерия. И посланнику Аллаха, саллиллаху алейху салям, навредили много лицемеров. И также сподвижники пострадали от них. Потому что самый наихудший человек, это что? Это лицемер. И не нашли мусульмане покоя и вреда худшего, кроме как от кого? От лицемеров. Даже от неверующих нет такого вреда, как от лицемеров. Если мы посмотрим на положение посланника Аллаха, саллиллаху алейху салям, в Медине. Вспомните и подумайте, когда Пророк Салям вышел из Медины в Ухуд. С посланником Аллаха, саллиллаху алейху салям, было что? Тысячи сподвижников. Однако, в противопорной стороне войсков, язычников было 3 тысячи человек, примерно. И пройдя только полдороги, уже начали там проявляться, что лицемеры, лицемеры начали выявляться, 3 пророка, саллиллаху алейху салям. И начали происходить смуты, разговоры. Субхана Аллах. С посланником Аллаху, сallahу, они вышли и тысяч человек и вернулись к ara 게임у associate. 300 человек они вернулись из посланника Аллаха осталось из этой тысячи 700 человек. 300 человек они вернулись обратно. Они вернулись с медиа Аллаха. Не были пророком, не помогали посланнику Аллаха, они вернулись обратно. И много беды и вреда по причине этих мунафиков произошло с посланником Аллаха. Почему мы о моих братьях говорим о этих вещах, о этих историях? Для того, чтобы мы взяли от этого пользу, смысл взяли, чтобы мы остерегались и не наступали на те же ошибки и грабли, которые сделали прежде поколения. Если мы подумаем, что такое лицемерие, в чем суть лицемерия? Это выявление человеком то, что он на самом деле скрывает внутри. И лицемерие, оно проявляется как в убеждениях, так и в делах. Лицемерие в убеждениях, оно проявляется, чтобы человек скрывал свое неверие в своем сердце и выявлял, что иман, как будто бы он верующий. И человек, который подобным образом поступает, выявляя свой ислам в то время, когда он внутри неверующий, он будет в самой нижайшей степени ада, то есть на дне ада. Он молится, потому что люди молятся, потому что это обычно. Иногда или по праздникам он молится, потому что люди смотрят на него, видят его. Или же он заходит в мечеть, ты увидишь его, или же он себя выявляет, как будто он постящийся перед людьми. Однако его сердце не верит. Он не верит, не верит должным образом ни в Куран, ни в Руку, ни в Аллаху, ни в Аллаху. И Аллах, Субхану Талли, он рассказал нам, где итог и конец этих лицемеров. Где прибытие этих лицемеров? Аллах, Субхану Талли, он рассказал в своей книге. Поистине лицемеры, они будут на самом нижайшем дне ада. Это ненадежно для них что? Помощника. Это не касается тех, которые уверовали, раскаялись и очистили свою религию перед Аллахом, Субхану Талли. Если люди, которые схватились за веру Аллаха, то они будут вместе с верующими. И человек должен постоянно себя отчитывать, смотреть на себя, на свое сердце, какое положение он находится, чтобы он не попал в это опасное положение лицемера. И там есть также другой лицемерие, это лицемерие, кто появляется в делах. И для этого лицемера также опасно, очень страшное у него положение и обещание для него. который обещал Пророк Салли Аллаху А.С. В хадисе Ас-Сахихе Пророк Салли Аллаху А.С. сказал, что четыре качества, если будут в человеке, то он станет чистым лицемером. И если будет какой-нибудь из этих качеств, у него будет одно из качеств этого лицемера, до тех пор, пока он не избавится от него. Это первое, когда он доверяет ему, он предает. Когда он что-то рассказывает, говорит, он лжет, обманывает. Когда он обещает, он нарушает свои обещания. И когда он с кем-то спорит, или же общается, или же дискуссирует, то он нарушает границы дозволенного. И здесь в этом хадисе посланник Аллаху А.С. указал о лицемерии, которые проявляются в делах. И эти качества, которыми описывается лицемер. И Пророк Салли Аллах сказал, что он станет чистым лицемером, если он обретает эти качества. И если даже в нем будет хоть какое-то качество из этих четырех, например, не все четыре, а что-то из качества, он также будет среди них. И человеку необходимо оставить эти качества. Чтобы он не был предателем среди людей, который постоянно лжет. Обещает, нарушает, обещает несерьезный человек. Несерьезный в своих договоренностях, в своих обещаниях. Постоянно нарушает обещания какие-то. А человек, когда спорит, нарушает границы дозволенного. Как будто бы наглую, когда человек прав или истинно есть, он лжет. Переходит границы дозволенного в своем споре, в своих разговорах. Субханаллах, давайте подумаем, братья, на сегодняшний день, на самом деле. Мы увидим, может, какого-то брата, которого мы хотим взять, какую-то торговую стрелку с ним заключить, машину или дом у него купить. И мы должны убедиться, правдив ли этот брат. Почему мы так задаемся вопросом, боимся, не доверяем. Потому что распространилось это нечестие, это лицемерие, это ложь между даже мусульманами. А если же мы на чем-то договоримся, например, с братом, хотим заключить какую-то договор, сделку, мы обязательно должны звать свидетелей, записывать на диктофон. Смотреть, снимать. Настолько, что в таком положении мы находимся, как будто бы это лжец и надо его проверить. Потому что среди мусульман вот такое положение сегодня. А также вы akoử из них вне allocated, Believe, боехали, у JUDGE, БоягоsTube motivate. Боис И также мы найдем, что даже между родственниками, между мужем и женой в частности часто бывает какая-то амана, какой-то секрет личная, но это что, эта амана раскрывается, рассказывает кому попало и все распространяется нечестие по причине признаков лицемерия, который присутствует в обществе. Когда Пророк Салли Аллах сказал, когда он говорит что-то, когда ему доверяют, он нарушает доверенность, и когда сегодня говоришь, брат, брат, это амана не нарушает, тебе никому не говори, брат, я тебе делюсь с тобой, завтра ты слышишь от кого-то этот разговор, потому что эта амана выпущена наружу. Почему? Потому что по причине признаков лицемерия, который присутствует среди мусульман. Исподвижники, они больше всего боялись для своих душ подобного состояния лицемерия. Почему? Потому что они боялись предстать перед Аллахом Субхану Аль-Баяль из Судного Дня. Исподвижники, те, которые были вместе с посланником Аллаха Салли Аллаху Алей Асалям в то время, когда не спасались, что не спасались, а это Пророки Салли Аллаху Алей Асалям, они были в самом высшем уровне и в делах, и в словах, и в своем имане. И, в Аллахе, нам мы не должны находиться в спокойствии в то время, когда эти сподвижники боялись за себя лицемерия, не могли себе место найти. А как же мы сегодня, братья, с вами можем быть спокойными? Давайте же будем просить Аллаха Субхану Аль прощения многократно. И вспомнил хадис от Хандали, который передается, он рассказывает, я встретил Абу Бакра, и он спросил меня, как у тебя дела, как твое положение у Хандали? Они друг друга спрашивали, переживали друг от друга. А в вопросах религии спрашивали, как твое положение, как твой иман, спрашивали Абу Таруха, что у тебя все в порядке, что-нибудь тебе надо? Он отвечает, он говорит, я сказал, что Абу Бакру стал лицемером Хандали, я стал лицемером. Он побоялся за свою душу, побоялся лицемерия. Потому что они были с пророком, который постоянно напоминал абсолютно дни, о рае, о аде, и это увеличило их веру. Когда же мы покинули пророка, вышли от пророка, пришли к своим семьям, своим детям, женам, то поменялось наше положение. И он говорит, стал лицемером Хандали, субханалла. И что ему ответил Абу Бакр, братец, который является самым лучшим и прекрасным в своем имане человеком после пророка, саллиллаху аля саллиллаху аля саллиллаху. Он сказал, я это в себе не нахожу, у меня все нормально. Он сказал, что мы столкнулись с подобным, как у тебя. Мы так же стали лицемерами, как и ты стал, так они чувствовали в себе душа. И что они делали, они остались в таком положении, продолжали быть такими, они отправились в месть к пророку, саллиллаху аля саллиллаху аля саллиллаху аля саллиллаху аля саллиллаху. И начали жаловаться пророку, что он нашел в своем сердце. Абу Бакр и хамбал, они вместе. И они являются в то время, когда они являются самыми лучшими из людей, которые шагают по земле из подвижники И тот человек, который говорит, я не боюсь за себя, у меня все в порядке, я как бы безгрешен, я не ошибаюсь. Какое положение на уровне сподвижников Рока? Аллах говорит, не хвалите себя, свои души, свое положение, Аллах лучше знает, кто на правильном пути. И, в Аллах, никто из нас не зайдет в рай, кроме как по милости Аллаха. Сподвижники сразу спросили, даже ты, посланник Аллаха, даже ты не зайдешь в рай, кроме как по милости Аллаха. Что же сказал Пророк Салли Аллаху Алисаламу? Он говорит, и даже я не зайду в рай. Кроме как если Аллах мне помилует своей милостью и дарует эту возможность. Мы просим Аллаха благополучия и успеха, братья. Таковы сподвижники были, вот так они боялись за себя, братья и сестры. Подумать тому, как Умар, который узнал, что у Хузаифа есть имена лицемеров. Если он молился, говорит, за покинувшими этот мир, то есть покойниками, то Умар тоже молился. Настолько он был внимательный к этому. И он говорит, спрашивал Хузаифа, он говорил, что я являюсь одним из лицемеров Пророк Салсана, назвал мое имя, записано ли мое там имя или нет, Умар, от лучших из подвижников. И в Аллахе, братья, мы должны просить прощения у Аллаха, если мы попали в эти качества лицемеров, бояться Аллаха, возвращаться к нему. Мы должны отстраняться, оставлять эти качества лицемерия, эти скверные поступки, о которых подостерегал, запретил нам посланник Аллаха, Слава Руум�ергия Салcı. И эта тема, на самом деле, она очень большая, братья и сестры. И Аллах, Субхану Талли, даже не спасла отдельно суру, посвященную лицемерам, кто называется мунафикон, лицемеры. И поэтому, да, братья и сестры, беречь себя, свои души от этих скверных качеств, возвращаться к Аллаху, Субхану Талли, совершать побольше благих дел. И если мы какие-то хотим дела совершать, или же какая-то вещь проникла в наши сердца, как показуха, скверность наших деяний, наших словах, наших делах, наших поведений, наших убеждений, то мы должны вспоминать, братья, все, что нам даровал Аллах, это только по его великой милости. И если мы будем эту милость ценить, вспоминать, то, иншаллах, мы будем лечить свои сердца от лицемерия. И пусть Аллах нас убережет от лицемерия, от качества лицемера, нас, наших владителей, наших жён и наших детей, и умертвить нас на единобожие, на риск на сердце. И закончим на этом аяте, чтобы мы взяли Фаиду в пользу, иншаллах. По истине лицемеры, они пытаются обмануть Аллаха, однако Аллах их обманывает. Какое же у них качество? Когда они стоят на молитву, то они стоят, что лениво, линяясь неохотно. И делают они это что? Чтобы их люди увидели, показаться перед ними, что они молящиеся. И что за качество ещё одно? И они поминают Аллаха лишь малую часть. Лицемеры, говорят Аллах, они поминают Аллаха мало. Мы просим Аллаха благо и искренности, салава хадиба, для аншаллах и истер. Саламу алейкум, ва ракату, ва ракату, ва бирзак, муахар, 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 браты и сестра.